Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще не подписаны, рекомендуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное, полезной информации о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто, в том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора – это один из тех автомобилей, которые точно будут фигурировать среди вариантов того, что купить, если вы ищете для себя компакт-кроссовер. Высокий компактный автомобиль от японского бренда. Что представляет собой подобная машина, какие у нее есть слабые места и подводные камни – обо всем этом в нашем сегодняшнем коротком обзоре. Встречайте, Mitsubishi ASX – первое поколение. Компактный кроссовер Mitsubishi ASX на внутреннем японском рынке, продававшийся под наименованием RVR, появился в 2010 году. Эта модель – настоящий долгожитель конвейера. Автомобиль продолжает выпускаться до сих пор, правда, пройдя через три рестайлинга – в 2012, 2016, 2017 и 2019 годах. На российский рынок эти машины поставлялись с одним из трех вариантов двигателя. Младший мотор в линейке, объем 1,6 литра на 117 лошадиных сил. Такие моторы агрегатировались только с механической КПП и машины имели передний привод. Два старших мотора – это 1,8 литра на 140 лошадей и двухлитровый агрегат на 150 лошадиных сил. Данные двигатели на российский рынок комплектовались уже только вариаторными коробками, ну а двухлитровые машины вдобавок могли иметь полный привод. И только они. Наш сегодняшний экземпляр – это 2014 год, 1,8 под капотом, передние ведущие колеса и вариаторная трансмиссия. Компактность ASX довольно относительна. Относительно, например, старшего собрата по конвейеру Outlander. На самом деле автомобиль имеет вполне взрослые габариты. Длина – 4,29 метра, ширина – 1,77 метра, высота – 1,61 метра. Колесная база при этом 2,67 метра, что предопределяет достаточное пространство для ног задних пассажиров. Автомобиль получился довольно маневренным. Радиус разворота – 5,3 метра. Снаряженная масса около тонны 400, а максимально разрешенная – почти 2 тонны. Что касается качества, толщины, окраса и склонности автомобиля к ржавлению. У Mitsubishi ASX передние крылья выполнены из пластика. Кстати, в отличие от соплатформенных автомобилей аналогов Peugeot 4008 и Citroёn C4 Aircross, где передние крылья металлические. В данном случае это пластмасса, поэтому не пугайтесь, увидев на толщиномере прочерки вместо значений. Толщина родного лакокрасочного покрытия для этого автомобиля всегда будет лежать в диапазоне от 80 до 130 микрон. Плюс-минус на погрешность калибровки прибора. Относительно других японских автомобилей, Mitsubishi красит свои машины даже несколько тоньше. Плюс несколько полировок, вот и минимальное значение толщины ЛКП на приборе. Что касается скола и царапинообразования, здесь всё как у всех. Чем больше машина ездит по трассе, тем больше сколов будет она ловить. Что касается коррозии. На самом деле Mitsubishi ASX это далеко не аутсайдер в том, что касается появления на кузове ржавчины. Но слабое место нашлось и у этой модели. Подобно тому, как это происходит на Honda CR-V или на Mitsubishi Pajero Sport 2-й генерации, все первоочередно поражаемые ржавчиной участки собрались здесь в задней части автомобиля, а конкретно на пятой двери. Чаще прочего ржавчина начинает вылезать на стыки спойлера и самой крышки багажника, либо в районе расположения кнопки открывания этого самого багажника по низу. Так что на подобных машинах, скорее всего, вы столкнетесь с окрашенной пятой дверью. Сильно пугаться этого не надо. Вполне возможно, убирали косметические дефекты. Также, осматривая автомобиль, вы можете обратить внимание, что на некоторых экземплярах присутствуют следы протертой краски от уплотнителя пятой двери. Это также абсолютная норма, подобно тому, как это происходит с дверями боковыми, например, на Renault Duster. И сильно пугаться данного факта тоже не стоит. Что касается салона и надежности бортового электрооборудования, оставим за скобками рассуждения об износе стойкости материала. В конце концов, вещь эта довольно субъективная. Да, какие-то машины к пробегам за 200 демонстрируют еще практически заводской лоск, а какие-то на пробегах в 150-120 уже могут демонстрировать изрядные признаки истирания. Но, тем не менее, все это больше относится к потребительским привычкам самих владельцев автомобилей. А вот в том, что касается надежности бортового электрооборудования, ASX это очень и очень даже хорошая машина. Не в последнюю очередь, благодаря простой конструкции. Из вещей, на которые стоит обращать пристальное внимание при выборе подобного авто, это проверка работоспособности климатической установки в первую очередь на предмет бесшумной работы вентилятора-отопителя. Визжащий и скрипящий узел, скорее всего, вам придется менять, что будет достаточно небюджетно и неприятно. Также проверьте работоспособность всех клавиш на мультируле, если таковой в вашей комплектации будет. Проблема может скрываться в подрулевом шлейфе, правда, в большинстве случаев при этом вы еще будете наблюдать заглушенную либо постоянно горящую лампу подушек безопасности. Ну и последнее из разряда, больше забавного, чем особо неприятного. На Mitsubishi попадаются время от времени перепутанные местами клавиши управления стеклоподъемниками. То есть, когда, например, левая передняя клавиша у вас опускает правое переднее стекло. И наоборот. Как правило, подобное происходит после вмешательства в конструкцию, например, при сборке-разборке дверей, когда просто банально неправильно подключают фишки. Также, если ASX, который вы просматриваете к покупке в максимальной комплектации, имеет кожаный салон с электрическими регулировками кресла, обратите внимание на то, имеется или отсутствует люфт самого кресла в салазках. Электрический механизм регулировки со временем может разбиваться. Правда, владельцы автомобилей наподобие Infiniti FX35 в данном случае могут только снисходительно ухмыльнуться. Понятие люфта сидения для них знакомо не понаслышке. Ну а теперь об агрегатах Mitsubishi ASX. Под капотом этого автомобиля вы могли обнаружить три двигателя. Два из них относятся, по сути, к одной и той же серии. Младший в линейке мотор носит наименование 4А92. Это алюминиевая рядная четверка, мощностью 117 лошадиных сил, имеющая 154 ньютон-метра крутящего момента. Двигатель этот конструктивно простой и, помимо ASX, устанавливался еще во многие другие модели Mitsubishi, например, в тот же самый Lancer. Агрегат имеет два верхних распредвала и цепной привод газораспределительного механизма. Присутствует на младшем моторе и фазовращатель. Все это хозяйство работает достаточно долго и исправно. Заявленный производителем ресурс данного двигателя, это около 200 тысяч километров пробега, на практике при должном уходе мотор может отбегать и больше. Практически основная претензия к данным моторам у владельцев подобных автомобилей, это появляющийся к большим пробегам масложор, который в данном случае, как правило, связан с маслосъемными колпачками и кольцами. Следить за уровнем смазки на младших по объему моторах нужно внимательно, поскольку в данном случае проспать уровень запросто может означать последующий проворот вкладышей и либо капремонт, либо замену всего агрегата в целом. В остальном же каких-то глобальных проблем по мотору по большому счету нет. Не считать же за таковые появление к большим пробегам потеков масла по клапанной крышке или, например, по заднему сальнику коленчатого вала. Что касается, например, цепи ГРМ и ее ресурса, до пробега в 200 тысяч, как правило, данный узел вас беспокоить в принципе не должен, если только предыдущий владелец не экономил на масле особое рьяно и не тянул интервалы замены до космических цифр. В любом случае от покупки тарахтящего грохочущего двигателя лучше отказаться. Два других мотора 1.8 и 2.0, 4B10 и 4B11 практически близнецы-братья. Первый выдает 140, второй 150 лошадиных сил. Крутящий момент в районе 180 ньютонометров. Блок цилиндров также алюминиевый, 4 в ряд, чугунные гильзы, два распредвала, фазовращатели на впуске и на выпуске, цепной привод ГРМ и все тоже, например, отсутствие гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, которые по идее нужно регулировать где-то раз в 100 тысяч километров пробега. На практике делают это далеко не все. Кстати, регулировка осуществляется путем подбора соответствующего размера толкателей. Ресурс цепи на этих двигателях это по минимуму около 150 тысяч километров, но в некоторых случаях она способна выходить и значительно больше, порой и в два раза больше. Дело может ограничиться лишь заменой самого натяжителя. На пробеге за 200. В отличие от 2.4 мотора 4B12 на Mitsubishi Outlander, который сюда не ставился, у моторов 1.8 и 2.0 нет балансирных валов, соответственно, конструкция двигателя у вас проще, а это положительно сказывается на надежности. По сути дела, основная претензия к данным двигателям это все тот же расход масла на угар, который проявляется на пробегах за 200 тысяч плюс. Правда, далеко не на каждом экземпляре. Но при покупке машины с таким мотором особое внимание на диагностике уделите посторонним звукам, исходящим в том числе из головки блока цилиндров. Не должно быть постороннего шума ни со стороны ГРМ, ни со стороны самих муфт-фазовращателей. Кроме того, расход масла на двигателях 1.8 и 2.0 зачастую бывает связан с износом не только, например, маслосъемных колпачков, но и с физическим износом непосредственно седел клапанов. А эта проблема исправляться будет уже за другие деньги. В остальном же это прекрасные моторы, которые способны отработать далеко за 350 тысяч километров пробега, если вовремя менять здесь масло и не использовать абы какое топливо. Кстати, данные двигатели адаптированы для работы на 92-м бензине. Самый основной момент, чтобы этот 92-й был более или менее сносного качества. Такие вещи, как дроссельная заслонка, требующая периодической чистки и адаптации, либо вылетающий на больших пробегах чек-энжен по причине выхода из строя кислородного датчика, не есть особенности конкретных двигателей именно на этой модели. Поэтому считать эти вещи за серьезный недостаток, пожалуй, нельзя. В целом же, большой разницы между двигателем 1.8 и 2.0 в плане динамики и расхода топлива здесь не будет. Это не та пропасть, как между 2-литровыми и 2,5-литровыми моторами на старых Toyota, например. Но если вы ищете полноприводную машину, то выбора у вас, в принципе, не будет. Такие авто всегда будут только 2-литровыми. Кстати, о самом полном приводе на ASX используется та же муфта подключения задней оси в работу, что и на Mitsubishi Outlander XL. Система зарекомендовала себя крайне надежно. Она позволяет вам выбирать один из нескольких режимов работы. Чисто передний привод автоматически, либо режим заблокированной муфты. И угробить все это можно только изрядно постаравшись. Например, регулярно перегревать узел. То есть использовать ASX для вылазок по бездорожью. Чего большинство владельцев подобных автомобилей, мы надеемся, не делают. Что касается коробок передач, данные автомобили могли, в отличие от Outlander, комплектоваться только либо механической, либо вариаторной коробкой. Никаких классических автоматов, как на трешках Outlander, здесь не было. Механическая коробка носит индекс F5M. Это пятиступенчатая трансмиссия. Сама по себе не сказать, что прямо особо выдающаяся крепкая, но вполне достаточная для, опять же, относительно легкого автомобиля с не таким уж мощным мотором 1,6 литра. Средний срок службы компонентов сцепления около 100 тысяч километров в зависимости от режима и стиля эксплуатации авто. Однако при осмотре машины с механической коробкой передач не лишним будет на тест-драйве обратить внимание на отсутствие постороннего гула при работе, поскольку на автомобилях ранних серий эти коробки отметились преждевременным выходом из строя, например, подшипника первичного вала. А покупать машину с механической коробкой, чтобы сразу отправлять узел в переборку либо менять его на контрактный, конечно, не слишком охота. Но если вы смотрите автомобиль в зимний период, имейте в виду, что очень замерзшая машина в данном случае может демонстрировать довольно тугой ход рычага переключения передач. И это больше относится к особенности, нежели к какой-то глобальной проблеме. По мере прогрева курица должна начать работать адекватно. Что касается вариаторных коробок, на самом деле на ASX за период их выпуска вариаторов устанавливалось две разновидности. До 2014 года на этой машине стоял вариатор JATCO GF011E. Трансмиссия довольно архаичная по конструкции, но при этом изученная и к концу выпуска излеченная от детских болезней. Ресурс данной коробки в руках заботливого хозяина это около 250 тысяч километров, а если повезет, даже больше. По факту большая часть проблем этой трансмиссии появляется у тех владельцев, кто часто путает свой ASX с Mitsubishi Pajira Sport, либо с дрэговым болидом. Масло в этой трансмиссии вместе с фильтрами желательно менять не реже, чем раз в 40-45 тысяч километров пробега. Первоочередно все проблемы у этой коробки начинаются с гидромозгов, где происходит загрязнение продуктами износа самих каналов гидроблока и последующий выход из строя соленоидов. Нарушается корректная работа управления всей коробкой и как следствие все это тянет за собой уже и степ-мотор, и ремень, и конусы. При самом неблагоприятном раскладе выливаюсь в полный ребилд всего узла. С 2014 года на эти автомобили начал устанавливаться другой вариатор, более современной маркировкой GF 016E. Эта трансмиссия имеет целый ряд конструктивных отличий от старого 011 вариатора, но при этом похожий ресурс около 200-250 тысяч пробега. Единственное, что если у вас машина с 2016 года, то тянуть с интервалами замены рабочей жидкости вам не рекомендуется вдвойне, поскольку более современный агрегат еще более чувствителен к продуктам износа в масле. Что касается подвески Mitsubishi ASX, в данном случае спереди у нас MacPherson, а сзади многорычажная конструкция. По части ресурса подвески ASX получился довольно-таки крепким орешком. Кроме стоек и втулок переднего стабилизатора, на пробегах до 100 тысяч сюда в принципе не нужно было лазить. Хотя на автомобилях первых годов выпуска 10, 11, 12 ресурс некоторых узлов был удручающе небольшим. Но опять же компания работу над ошибками проводила, и с каждой модернизацией в 12 и впоследствии в 13 году ставили все более выносливые компоненты. Так, на рестайлинговых автомобилях после 13 года ресурс тех же самых сайлентблоков в передних рычагах был увеличен значительно, где-то до 130-150 тысяч километров. Более 120 тысяч выхаживают здесь и ступичные подшипники. Шаровые опоры, кстати, здесь не меняются по задумке производителя отдельно от рычага, но, как водится, все, что запрессовано, можно перепрессовать. А сэкономить на замене шаровые опоры отдельно, если говорить про дубликатные запчасти, можно значительную сумму относительно цены самого оригинального рычага. Рулевая рейка на Mitsubishi ASX электрическая, соответственно, никаких проблем, знакомых владельцам трешечных аутлендеров с подтекающими шлангами системы гидроусилителя, здесь по определению быть не может в связи с их отсутствием. Единственный момент, которого боится рейка на ASX, это нарушение герметичности и, как следствие, появление внутри рейки влаги и впоследствии коррозии. Но это не значит, что при покупке подобного автомобиля можно проигнорировать проверку рулевого управления на предмет наличия стука в этой самой рейке. Хотя к особо маложивущим данный узел на ASX никак не относится. Неважно, с каким двигателем и коробкой передач автомобиль вы смотрите, обращайте внимание при осмотре снизу на то, чтобы у вас были сухими сальники приводов, а также не было подтеков масла по стыку двигателя и коробке передач. Ну и, конечно, пользуясь случаем с подъемника, желательно убедиться в том, что нет никаких масляных подтеков или следов сильных запотеваний по лобовине двигателя и по стыку головки блока цилиндров с самим блоком. Что касается задней подвески ASX, здесь у нас схема многорычажная, и ресурс компонентов задней подвески на этих машинах, если говорить про оригинальные запчасти, порядка 180-200 тысяч на пробегах, меньше этого можно менять, разве что какие-то отдельные сайлинблоки, опять же, все зависит от режима эксплуатации автомобиля. Также по ASX разных годов выпуска может отличаться конструкция стояночного тормоза. На более ранних машинах используется стояночный тормоз с барабаном, с отдельными колодками. На автомобилях после 2016 года использовалась уже схема с интегрированным механизмом стояночного тормоза в обычные рабочие тормоза, то есть никаких барабанов с колодочками уже не было. Обслуживать тормоза на ASX нужно, и обратить внимание на отсутствие люфтов направляющих и закисших направляющих при осмотре подобного экземпляра в б.у. виде тоже. Не отличались долгожительством и задние пружины на автомобилях первых лет выпуска. Как правило, к возрасту 6-8 лет пружины могли просесть, но подобные вещи довольно-таки легко определяются чисто визуально при беглом внешнем осмотре. В случае замены пружин, как правило, никто не ставит сюда оригинал. В замену оригинальных пружин подбираются более выносливые и гораздо более дешевые аналоги. Общие выводы по Mitsubishi ASX, как по модели, будут следующие. Эту машину на самом деле можно и нужно рассматривать для покупки, если ваша задача купить себе именно компактный кроссовер с небольшим расходом топлива и высоким дорожным просветом. По части двигателей автомобиль достаточно надежный, если изначально вы не покупаете себе уже ушатанный экземпляр и впоследствии будете ответственно подходить к регламентному его обслуживанию. По коробкам передач, если вы смотрите автомобиль на вариаторе, крайне желательно будет сделать дополнительную диагностику и убедиться на тест-драйве автомобиля в том, что трансмиссия работает в штатном режиме. По ходовой части каких-либо супердорогих или суперсложных решений машина не имеет, что предопределяет впоследствии ее надежность. Да и ходовка, как мы уже установили, здесь далеко не самая хлипкая. Ну а по части ржавчины на кузове ни в коем случае не пропускайте стадию осмотра на подъемнике. Осматривайте внимательно район порогов, днище задних арок. Пятая дверь, как уже было сказано, это довольно распространенная болячка, поэтому полностью исключить подобный вариант с окрасом крышки багажника вряд ли удастся. Ну а пластиковые передние крылья единственное, что становятся хрупкими при очень больших отрицательных температурах. Наш обзор на этом подошел к концу. Если же у вас был или есть до сих пор Mitsubishi ASX, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, пишите все это в комментариях, поскольку людям, которые задумались о покупке подобной модели, именно ваш комментарий поможет определиться с выбором. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. До новых встреч на канале. Пока.